Внимание к ветеранам будет не только к большим праздникам, но и круглый год. Такое заявление сделали в Фонде развития социальных проектов. Поддержка по новому направлению ЖНИС будет вестись на постоянной основе, говорят инициаторы. И хотя ветеранов с каждым годом становится все меньше, ни один из них не останется без опеки и заботы, сообщили представители фонда. Поддержка ветеранов будет вестись по нескольким направлениям. Зимой помощь с дровами, летом на подсобном хозяйстве и дома. Ни один не останется без внимания, обещает Фонде. К слову, в 2018 году благодаря участникам проекта только в Алматинской области собрали две тонны урожая. Такая вот продуктивная помощь. Наверное, большей частью мы будем делать упор на как раз таки уборку, на бытовую помощь, на то, чтобы, например, заготовить уголь или дрова на зиму. Я хочу сказать, так как проект существует очень давно, в 2018 году мы даже делали такую статистику. Только Алматинской областью было собрано, посажено и собрано две тонны урожая. Поэтому я думаю, что и этот год даст такие замечательные возможности для волонтеров помочь нашим ветеранам и дружинникам тыла. При этом будут поддерживать и особые нужды, например, дорогостоящие медикаменты, кровати для лежащих и другие запросы. Поэтому волонтеры готовы. Я думаю, что все 35 регионов, они уже начинают свою продуктивную работу, созваниваются с советами ветеранов, готовят списки на согласование тех, которые войдут в данную категорию. Мы охватим абсолютно всех ветеранов Великой Отечественной войны. И здесь будем смотреть уже труженики тыла, именно социально уязвимой категории, которым готовы помочь. И уже определены 35 городов, в которых вы можете быть волонтером и помогать ветеранам. За 2021 год 160 тысяч человек привлечено в стабильную волонтерскую деятельность. Причем проект «Женис» уникален тем, что помощь будет оказываться круглый год, в том числе по заявкам самих ветеранов. Стать волонтером можно с 16 лет по разрешению родителей. Главное – желание.